Доступ к питьевому водоснабжению имеют более 95% сельского населения нашей области. В этом году планируют завершить 27 проектов. Подробности в следующем материале. Из 352 сельских населенных пунктов при Ортыше доступ к питьевой воде имеет 294, в том числе 198 сел с централизованным водоснабжением, 96 с комплексными блок-модулями. Без воды у нас на сегодня 58 сел. Из этих 58 сел к оптимизации подлежат 18 сел, 9 сел имеется протокольный отказ населения от проведения центрального водопровода, 27 проектов у нас уже в этом году будут реализовываться и завершаться, а также по 4 селам необходимо провести работы в 2024 году. Разработка ПСД получается, выделение бюджетных средств и сама реализация проекта. Больше всего проекта будет реализовано в Баянаульском районе. Отсутствие чистой питьевой воды в ряде сел связано с рядом причин. Первое, да, это отдаленные села. И второе, то, что там численность населения гораздо меньше, чем в других селах. Водопроводы у нас проводятся в таких селах, где численность населения больше 200 человек. Если меньше 200, то это уже нецелесообразно ставится КБМ. Спикер также пояснил, из-за чего в 9 селах жители отказались от проведения центрального водопровода. Местные Акимы проводили сходы жителей с населением и было голосование. Все это запротоколировано было и были подписи жителей, что они отказываются от центрального водопровода. Обосновано тем, что сами жители не хотят водопровода, что накладка по деньгам будет. Им проще, видимо, со скважины собственной брать воду. Большинство заявленных Павлодарской областью проектов по питьевому водоснабжению поддержаны и областным, и республиканскими бюджетами. Речь идет о сумме порядка 15 миллиардов тенге. Мурат Белмужит, Довлетка Шкарбаев и это Сахпарат.